Итак, вы узнали, что вы выиграли, заполнили анкету DS-260, что делать дальше? Далее вас ждет процесс знакомства и работы с консульским центром Кентукки. В этом видео я расскажу вам, что необходимо сделать поэтапно, какие документы нужно туда отправлять, как связываться с консульским центром, если есть необходимость. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Прямо сейчас подпишитесь на наш канал, всего один клик, и вы получите полный набор пошаговых инструкций по эмиграции в США. А еще и бонус, я отвечаю на все комментарии, и если после просмотра этого видео у вас будут вопросы, пишите, я на все отвечу. Консульский центр Кентукки сокращенно. КСС – это отдел департамента США, который отвечает за организацию процесса, обработку документов и коммуникацию с победителями лотереи Гринкарт. По сути, после заполнения анкеты DS-260 вы должны ожидать письмо от КСС «Поздравляем с выигрышем, теперь вам нужно отправить нам документы, вот список, вот нюансы, вот сюда отправлять». В письме вы найдете список документов, которые вам нужно будет подготовить и отправить в консульский центр. Это первая страница загранпаспорта, в которой вы будете получать визу, светлество о рождении, светлество о браке, светлество о разводе или же решение суда в зависимости от вашего семейного положения, военный билет, если вы служили в армии, справки о несудимости из всех стран, где вы проживали больше 6 месяцев с момента наступления вам 16 лет, а также судовые решения по вам, если они когда-то имели место быть. Важно, если вы едете с семьей, вам нужно будет обязательно предоставить документы на каждого члена семьи в одном письме. Документы нужно будет отправить на электронную почту специально для таких документов. Если вы не можете предоставить какой-либо из указанных документов, вам нужно будет подготовить письменное объяснение. Все документы нужно правильно назвать. Номер кейса, нижнее подчеркивание, имя, нижнее подчеркивание, фамилия и через нижнее подчеркивание название документа, который вы отправляете. Документы предоставляются в электронном виде, но если у вас нет возможности их отсканировать, вы можете сделать фото документа и прислать его в КСС. Но при этом убедитесь, что размер файла не превышает 30 мегабайт и на фото будет точно видно всю указанную информацию. Это действительно важно. Если сотрудник КСС не сможет разобрать текст, скорее всего у вас запросят документы повторно, а это удлинит сроки проверки ваших документов и, соответственно, назначение собеседования. Если вы участник лотереи GreenCard, у меня для вас отличная новость. Мы собрали самое большое русскоязычное сообщество победителей лотереи в нашей телеграм-группе. Уже почти 3000 счастливчиков делятся своим опытом, полезными советами и поддержкой. А я отвечаю на вопросы и помогаю разбираться со сложными ситуациями. Присоединяйтесь, там все свои. Ссылку ищите в описании к видео. Также обратите внимание, что все документы обязательно должны быть переведены на английский язык, если они не на английском или другом государственном языке страны, где вы будете проходить собеседование. При этом на переводе обязательно должны быть указаны данные переводчика, который его делал. Еще секундочку уделю этому моменту. Например, победитель родился в Туркменистане. Светлестство о рождении у него на русском языке, но собеседование он будет проходить в Южной Корее. В такой ситуации мы обязательно переводим документ на английский язык. Не ждите, что КСС отправит вам запрос на документы сразу же, как только вы заполните анкету. Проверка документов – длительный процесс. Многое зависит от номера вашего кейса и как быстро вы заполните анкету DS-260. Поэтому я рекомендую заняться анкетой как можно быстрее, желательно, как только вы узнаете, что вы выиграли. Многие победители спрашивают меня, можно ли отправить документы без запроса от КСС. Это, конечно, не запрещено, но не дает гарантии, что КСС начнет их проверять, пока они сами не сделали запрос. Поэтому вы можете отправлять документы раньше на свое усмотрение. Тем более, что у вас уже есть весь список и адрес, куда их отправлять. Но я бы все-таки рекомендовала дождаться официального запроса. После того, как КСС проверит вашу анкету и документы, вы получите письмо, что все документы проверены, и вам нужно ожидать информацию о назначении интервью. Вы должны продолжать проверять свой статус на сайте DV Program, ведь как только интервью будет назначено, вы увидите там назначенную дату. Если у вас есть какие-то сложности или ваши документы долго проверяются, или же вам нужно разблокировать анкету, чтобы внести туда изменения, вы всегда можете обратиться в КСС с письменным запросом или же позвонить туда по контактному номеру телефона. Все контакты КСС вы найдете в ссылке в описании к видео. Мы не только делимся полезной информацией на YouTube, но и делаем ваш иммиграционный путь легче и приятнее, работая с вами индивидуально. Я хочу помочь вам организовать весь процесс иммиграции правильно, заполнить формы, собрать все необходимые документы, отправить их в КСС, а также подготовиться к собеседованию в посольстве и, конечно же, получению визы. Я буду рядом с вами на каждом этапе на протяжении этого года, который станет решающим в вашей жизни. В описании к видео вы найдете мои контакты и ориентир стоимости. Обратите внимание, если вы заполните анкету и отправите ее, вам нужно будет что-то изменить. Вы пишете письменный запрос в КСС с просьбой разблокировать вашу анкету и обязательно указываете в письме фео главного аппликанта, его дату рождения, желательно серию и номер загранпаспорта, номер кейса и саму просьбу о разблокировке, объясняя, зачем вам нужно внести какие-то изменения. При этом, если вы уже отправили документы на проверку и они уже даже проверены после разблокировки и отправки новой версии анкеты, КСС почти всегда запрашивает документы повторно, так как изменения в анкете могут быть, например, из-за изменения вашего семейного статуса, рождения ребенка или переезда в другую страну, а значит, скорее всего, у вас появятся новые документы, например, свидетельство о браке или же справка о несудимости, которые должна будет проверить КСС. КСС достаточно активно работает, несмотря на ситуацию всемирной пандемии, но все-таки хотелось бы отметить, что заявителей очень много, поэтому наберитесь терпения. Если вы написали запрос в КСС, а вам никто не ответил в течение 3-4 рабочих дней, вы всегда можете написать письмо повторно или же позвонить. Кстати, маленький лайфхак от победителей лотереи Гринкард Карина и Сергея, которые были участниками нашей рубрики про жаркое миграции в Инстаграм. Если вы хотите позвонить в КСС, вы можете купить недорогой тариф на звонки в Скайпе, что позволит вам не тратить много денег на звонки в США и висеть на линии, если все операторы заняты. В случае, если вы еще не смотрели эфир, обязательно сделайте это, ссылку оставляю в описании. В наших эфирах вы найдете множество полезных советов от победителей DV2020, которые уже переехали в США. Делитесь своими историями коммуникации с КСС, пишите свои вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. И, конечно же, прямо сейчас нажмите кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые видео об иммиграции в США на нашем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!